Привет, друзья! Меня зовут Юлия Доценко. Продолжаем работу над проектом Трава Мурава. Мы собрали сэндвич. Это поплин изнанка, наполнитель слинтерс и топ. Все это я разложила, разровняла. Кстати, не перепутайте стороны наполнителя. Пушистой стороной к изнанке, блестящей стороной к топу. И сейчас, прежде чем мы будем сшивать, нужно его скалывать. Я скалываю булавками. Булавки специальные, изогнутые для петчворка, для квинтинга, как хотите называйте. Вот они разные бывают. Часто они бывают в дефиците, но когда появляются, нужно брать сразу большую упаковку. У меня упаковка 100 штук. Сейчас не все, некоторые приколоты. Служит она мне очень долго. Квинты свои я не сметываю, я всегда пользуюсь булавками. Я считаю это намного надежнее. Прицепляю я их с помощью маленьких ножниц. Помогаю себе ножницами, чтобы не поломать ногти. Ногти втыкаю и зажимаю. Давай еще. Втыкаю, зажимаю. По углам немного. Наверное, выйду я вот сюда, потому что мне стегать там будет неудобно. Стежку мы будем начинать с центральной части. Сразу себе освобождаю. Так как я стегаю на лангарме. Лангарм на столе у меня Q20. Кстати, вчерашнее видео с установки. Очень много вопросов в директ. Что за машина, как ей пользоваться и что. В общем, как-то так совпало, что видите, сегодня мы на ней стегаем. Так как я стегаю на столе, у меня довольно большое пространство. Поэтому я не буду делать скалывание очень часто. Если бы, допустим, я стегала на обычной бытовой машине, конечно, я бы колола булавки чаще. Но так как у меня квинт по сравнению с размером стола практически одинаковый, то сильно он у меня не будет перегибаться, складываться. Сильно я его травмировать не буду, поэтому булавок много колоть тоже не буду. Буквально вот хватит. Чуть-чуть по периметру. Я уже говорила много раз, что иногда встречала, что такие булавки продавали по 10 штук в упаковке. Но смысла нет такой продажи. Потому что упаковка, конечно, стоит дорого. И продавцы считают, что если они его рассортируют по 10 штук, как обычные булавки, то их прям лучше будет покупать. На самом деле нет. Квилтор знает, что таких булавок нужно покупать сразу в большую упаковку. Потому что на большой проект у вас уходит очень много булавок. У меня их 300, по-моему, но и то мне их не хватает. Если это какой-то большой проект, и я стягаю его вот таким вот образом, собираю сэндвич, то нужно больше. Но параллельно еще бывают еще какие-то проекты в работе. Поэтому одной, двух, трех упаковок мне мало. Так, ну еще парочку и все. Вы пользуетесь текстильным клеем временной фиксации? Нет, не пользуюсь. Вы можете повторить, если меня будет не слышно? Да. Наверное, тебя будет не слышно. Вопрос прозвучал. Пользуюсь ли я текстильным клеем временной фиксации? Нет, не пользуюсь. Потому что у меня он был, я его пробовала, но мне он не понравился. Как вам сказать, не совсем понимаю, где бы я его могла использовать. Потому что если я стягаю на лангарме, то клей мне вообще не нужен. Если я стягаю вот таким образом на столе, то я пользуюсь булавками. Клей не всегда бывает такого качества, как вам нравится. Потому что иногда бывает, что вы клей, потом его нужно отстирывать. Клей дает жесткость. Иногда он испаряется раньше, чем вы закончили стежку. То есть это не мой метод. Мне не нравится. Так, я подобрала нитки, примерно те, которые у нас здесь есть. И одну катушку уже поставила сюда на исходную, заправила. То есть мы начинать будем с бежевой нитки, которая у нас в центре. Поэтому эти нитки я пока уберу. Начиная стежку с центра, нам нужно сначала обойти... Я уже, кстати, попробовала на черновике строчку, отрегулировала натяжение нити. И сейчас еще раз сделаю несколько шагов здесь и посмотрю, как. В принципе, я уже сделала такое, как мне нравится. Но перед тем, как начинать стежку, обязательно это нужно сделать на черновике. Я просто сделала это чуть раньше за кадром. Так, так как у нас цветок имеет аппликацию, у которой есть вот такие вот заходы куда-то туда. Если вы хотите, чтобы цветок был объемным полностью, нужно заходить до конца лепестка. То есть сохранять эту штуку. Стежку мы начинаем с центра. Вытаскиваю нижнюю нить вверх. Так, и где-то у меня тут были перчатки еще. Надеваю перчатки. Перчатки боевые. Перчатки специальные. Сейчас многие будут спрашивать, особенно новички, да, что за перчатки. Перчатки специальные. Пока никто не может спросить, потому что я выключил. Выключил комментарий. Прорезиненными пальцами перчатки. Что они дают, да? Они улучшают сцепление моих рук с тканью. То есть у меня руки не будут скользить. Будут уверенно держать ткань. Снизят нагрузку на суставы и помогут мне уберечь пальцы от иголки. Поехали. Сначала я обстрачиваю нашу аппликацию просто по контуру. Поехали пиа. Так, смотрите, я сейчас обстегала полностью контур аппликации. Аппликация уже заметно так немножко выделилась, да, округлилась, то есть листики стали объемными. Теперь, чтобы не прерывать нитку, потому что я стегала ниткой в тон вот этой ткани, я сразу же убираю иголки. Все, у меня уже здесь фиксация есть, иголки убираю. У центральной части только хочу заметить, потому что сейчас подумайте, что я все уже, сейчас все иголки убила. Булавки, не иголки, булавки. На каком расстоянии, кстати, булавки? Булавки, я отвечала на него, булавки прикрепляю на расстоянии 10-15 сантиметров. В данном случае чуть реже. Так, все, булавки убрала. Вот эту нитку, которую я вынимала, пока сложу здесь. И теперь я буду делать эхо-контур вокруг рисунка, потому что в данном случае здесь либо заполнять все мозгами, либо заполнять все эхо-контуром. В принципе, можно и так, и так. Даже мозги сюда пойдут, потому что здесь есть активный рисунок, вот этот красный. И, в принципе, он будет нам перебивать восприятие контура, эхо-контуру. Проще, наверное, даже будет мозгами, хотя... Давайте эхо-контурим. Вот смотрите, получилось так, что я дошла до середины, да, и у меня как бы уже кончилось расстояние. Если я пойду назад, я буду ходить дважды, поэтому я разделила сейчас рисунком, аппликацией, да, поле стежки на две части. На левую и на правую. Так как на левую я пойду, и на правую я потом уже не пройду, так как у меня здесь стежка, я принимаю решение. Идти по правой части, полностью ее заполнить, только потом перейти на левую. Кто учится, девчонки на курсах у меня, они прекрасно этот принцип знают, я ему его объясняю. Закончили стежку в центральной части, выполнили эхо-контур и сделали отстрочку по периметру в раскол. Теперь у нас остались нитки, которые мы начинали, я сейчас их выравниваю кончики. У меня есть обычная иголка швейная. Здесь я завязываю узелок. Мы когда начинаем стегать, конечно, дважды мы там ударяем, и она не должна распуститься, но на всякий случай. Я просто завязала узелок вручную. Теперь просто в игольное ушко два кончика вставляю. И завожу под рисунок куда-то между слоями сэндвича. Иголка для этого лучше взять подлиннее и потоньше. Но у меня не совсем толстая, не совсем длинная, какая была под рукой. И кончик отрезаю. Все, у вас теперь хвостики остались внутри. То же самое я делаю вот с этим хвостиком, который остался здесь. У нас одна нитка внизу, мы ее вытягиваем наверх. Сейчас я ее подцеплю. Вот она. Завязываем узелок. Два узла. Да, я бы так сказала, даже два узла. Отрезаю концы, чтобы легко было их засунуть в игольное ушко. Засунула. И точно так же между слоями сэндвича увожу в сторону. Здесь уже можно не засовывать в стежку, а просто вот сюда. И когда мы будем стягать здесь, мы уже... Все это сделаем. Так, все. У нас есть вот такие вот нитки. Ну, вообще в идеале надо было, конечно, бордовой, но у меня под рукой ее не оказалось. Есть зеленая нитка, более светлая. Я ее на низ поставила, на нижнюю нить поставила, поэтому она у меня здесь. Сейчас положу. Вот, еще более светлая. Есть бежевая нить, немножко поактивнее той, которая была здесь. Если мы выбираем, исходя из этих двух кусочков ткани, мы можем взять либо эту, либо эту. Так как мы решили выделить звезду, то нам не нужно брать нить, которая темнее. То есть, если бы мы взяли темную нитку на светлой ткани, мы бы их немножко приглушили. А нам этого не нужно. Нам нужно выдать эффект звезды. Вот эту темную нить, либо вот эту, либо вот эту, мы можем взять вот сюда в центр. Но опять же, если вы хотите добавить красного цвета, вы можете взять для центра, либо этот цвет, либо этот. Все зависит от вашего взгляда, как художника. То есть, что вы хотите. Потому что очень часто спрашивают, как подобрать нитки на проект. Односложно ответить на этот вопрос невозможно. Потому что каждый художник, как он видит этот проект, так он и будет выбирать нитки. Выбор ниток тоже зависит. Если мы стягаем звезду, значит, соответственно, нам можно сделать сейчас стежку вот этого элемента. Между элементами, вот у нас их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Между элементами мы можем проходить, опять же, вот по вот этой границе. Либо прерывать нить каждый раз, как хотите, так и делайте. Вот эту часть мы будем стягать отдельно. Но здесь стоит еще такая загвоздка. Чтобы лучи у звезды были выпуклые и имели четкую форму, нам их нужно тоже по периметру пройти стежкой. Каким образом это делается? Это нужно делать, наверное, либо такой, либо вот такой ниткой. Чтобы, если вдруг вы ошибетесь, это не сильно бросалось в глаза. Мне кажется, что все-таки надо взять мне, поискать более темную нитку бордовую сюда. Потому что ее, вот видишь, слишком видно. Не подойдет она. Вот, поэтому сейчас я бы начала стягать вот здесь. И у нас точно такой же элемент есть здесь. Но здесь просто половинка элемента, а здесь целый, да? И тут целый. Можно каким-то образом, допустим, пробежать между ними и сюда. Но тогда у вас вот эта часть будет закрыта. То есть здесь тоже нужна какая-то стежка. Очень сложный выбор здесь стоит, потому что у нас нет пересекающих цветов. Каждый цвет отдельный. Я считаю, что выбор несложный. Как кто захотел, так и пристегал. Ну это да. Можно вообще взять все покрывной стежкой и покрыть там какой-то вот зеленой ниткой. Взяли зеленую нитку и все абсолютно покрывной стежкой покрыли. И не запаривайтесь. Можно, допустим, звезды по периметру прочертить. А чертить остальное все вообще просто мозгами заполнить. Тоже будет простой вариант. Вот так вот. В итоге я приняла решение выполнять стежку ниткой одного цвета. И выбрала светло-зеленую нить. Ей буду делать стежку сначала треугольников вокруг центральной части, а потом и всех остальных элементов. Продолжение следует... Треугольники простегала мелкой штриховкой, а квадраты сейчас буду стегать, выделяя их по периметру полукругом. Продолжение следует... Прежде чем стегать дальше, я хочу обратить внимание, что сейчас последовательные стежки будут очень интересны. У меня есть вот этот участок, этот центр и еще рядом этот участок. И все это я буду стегать сейчас одной строчкой. Начну отсюда, буду рисовать линии здесь, далее перейду сюда на квадрат, пройду сюда, заполню эту часть, вернусь в квадрат, заполню здесь каждый элемент. Когда буду здесь, заполню вот эти вот части, потом сюда и обратно я выхожу опять же сюда. Если бы я тщательнее планировала стежку в самом начале, то я бы могла выполнить стежку всех элементов одной ниткой, просто переходя от элемента к элементу. посмотрите это видео и может быть вы поймете, как это сделать сразу. Смотрите, я вам покажу. Продолжение следует... 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 Пришивать кант я начинаю с середины стороны, любой. Оставляю примерно 5 см хвостик... И пришиваю... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь остановлюсь... Подниму лапку... Поверну ровно в угол... Продолжение следует... 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 Распрямляю и если они мне кажутся слишком широкими, немножко их укорочу. Вот так. Расправляю швы и продолжаю пришивать кант. Дохожу до начальной точки, делаю закрепку, кант пришит. Второй шов канта я делаю вручную. Загибаю кант во внутреннюю величину припуска, помогаю себе зафиксировать его специальными клипсами для почерка. Кстати, их можно купить в Jelly Dog Quilt, как и все необходимые материалы для выполнения этого мастер-класса. Ссылку я оставлю под видео. Теперь выбираю нитку. Как правило, нитка у меня в цвет окантовки. Отрываю себе небольшой кусочек. Заправляю один конец нитки в ушко обычной швейной иголки, а второй завязываю просто обычным узлом. И начинаю шить из угла. Таким образом, узел у вас спрячется внутри, его видно не будет. Шью по тайным швом. Если вы не знаете, что это такое, я описывала его в своих книгах. Прочитайте, посмотрите. И немного ближе. Прохожу пару миллиметров внутри сгиба окантовки и пару миллиметров внутри сэндвича. Чередую эти прохождения и затягиваю нитку. В этом случае вашего шва совершенно не видно. Если вы не очень хорошо рассмотрели, как я это делаю, найдите мое любое другое видео. Как правило, я показываю это каждый раз. Кант пришит, квинт готов. Можно любоваться своим творением. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok